29 апреля на еженедельном совещании в администрации Фурмского района обсудили вопросы жизнеобеспечения населения и подготовку к праздничным мероприятиям, посвященным 1 маю и 74-й годовщине Великой Победы. Традиционно с докладами выступили главы сельских поселений. В деревне Котово и селе Погост Иванковского сельского поселения проведена замена старых светильников уличного освещения новыми энергосберегающими. Введена в эксплуатацию новая линия освещения дорожной сети по улице Больничная деревни Дуляпина. В сельские поселения на летний период приезжают дачники. Напоминаем, за помощью в подключении и настройке оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала можно обратиться по телефону 2-11-51. По-прежнему актуальной остается тема весеннего пала сухой травы. На прошедшей неделе факты возгораний зафиксированы в Фурмнове, Дуляпине, Фрянькове, Хромцове. Почти всегда пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем или умышленных поджогов. Своевременный звонок в службу НЧС поможет остановить пожар, а значит спасти лес, а может быть и человеческие жизни. При обнаружении горения травы в населенных пунктах и их окрестностях следует передать информацию по телефону 0-1 или в службу ЕДДС 2-11-51. Впереди майские праздники. Уважаемые жители и гости Фурмского района, будьте внимательны и осторожны в обращении с огнем. Напоминаем, что виновным в поджоге травы грозит административная и уголовная ответственность. Председатель комитета по муниципальному контролю Андрей Смирнов доложил, что по итогам двухнедельных рейдов составлен перечень рекламных конструкций, размещенных в Фурмнове. Список из 70 объектов направлен в отдел архитектуры для сверки с утвержденным реестром. Составлено 30 актов в отношении владельцев торговых объектов на предмет проведения благоустройства прилегающей территории и приведения фасада помещения в надлежащий вид. Директор МУП «Теплосеть» Сергей Саванов проинформировал об окончании отопительного периода. Система отопления еще заполнена и в случае необходимости теплоноситель будет подаваться в квартиры с соблюдением температурных норм. В преддверии подготовки к следующему сезону пройдет совещание совместно с отделом ЖКХ и благоустройства администрации для согласования графика проведенных земляных работ. Председатель Совета Фурнского района Галина Жаринова проинформировала, что 25 апреля на районном и городском советах выделено более 11 миллионов рублей на ремонт школ, создание спортивных сооружений, формирование современной городской среды и исполнение наказов избирателей. Подробнее. Решением Совета Фурнского района выделено 1 миллион рублей на ремонт кабинета информатики и актового зала Иванковской школы, 712 тысяч на ремонт кровли Дуляпинской школы и 900 тысяч рублей на исполнение наказов избирателей депутатам районного совета. Решением Совета Фурнского городского поселения выделено 250 тысяч рублей на проведение пленера Середоемская, 400 тысяч на установку тренажерной площадки на городском стадионе и дополнительно 8 миллионов рублей на формирование современной городской среды. 27 апреля воспитанники военно-патриотического клуба «Вымпел» приняли участие в областном мероприятии, посвященном Единому дню юно-армейца, которое прошло на территории войсковой части в городе Тейково. Юно-армейцы, ученики кадетских классов и члены военно-патриотических клубов соревновались в конкурсах, военизированная эстафета, подтягивания на перекладине, познакомились с образцами военной техники и вооружения, посетили музей воинской славы 54-й гвардейской ордена Кутузова 2-й степени ракетной дивизии. По итогам соревнований наши ребята заняли 5 место из 11 команд участников. 28 апреля в деревне Новино Панинского сельского поселения прошел очередной фестиваль «Русское порубежье». Глава дал поручение начальнику отдела образования Ирине Соломатиной проработать вопрос о сотрудничестве образовательных учреждений с руководителями проекта. Совместная работа поможет школьникам погрузиться в атмосферу средневековой Руси, времен зарождения и становления древнерусского государства. Выездные экскурсии на реконструкции уже были организованы для учеников 3-й и 10-й школ города Фурманово. Афиши предстоящих районных и местных праздничных мероприятий размещены на официальном сайте администрации и страницах в соцсетях. Далее состоялось заседание антитеррористической комиссии по подготовке к майским праздникам и еженедельное совещание по водоснабжению. В завершение оперативного совещания глава района дал ряд поручений и обозначил сроки их выполнения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова